Я уже говорил, что этот циклон самодельный, и сейчас я расскажу, как я его делал. То есть я не имею абсолютно никаких навыков в жестянном деле, то есть никогда не работал с жестью, но тем не менее мне удалось достаточно аккуратно сделать этот циклон. Сначала нужно провести расчеты, то есть я основывался на расчетах такого энтузиаста в это дело, есть такой Билл Пейнтс, сейчас я покажу его сайт и покажу, как делались расчеты для этого циклона. Я строил циклон по расчетам Билла Пейнтса, это известный в мире исследователь в области пылеудаления из 300 циклонов. В свое время он заработал легочное заболевание и с тех пор серьезно занимается вот этими проблемами пылеудаления. Вот название сайта, так и называется, billpens.com. Вот это его сайт, здесь очень много теории, рассматриваются вопросы и медицинских рисков, и юридические вопросы, но основное то, что нас интересует, это то, что касается строительства циклонов. Это, конечно, все очень полезно почитать, здесь очень много информации, включая там таблицы токсичности, древесины и много других вопросов. Нас интересует вот этот раздел, называется циклон-план. Входим в этот раздел и здесь находим в конце циклон-катин-лейаут. Хотя, конечно, все это очень полезно почитать. Переходим сюда и здесь вот видим вот такие таблицы. Это обычная экселская таблица, но здесь она приведена в качестве примера. Мы должны эту таблицу загрузить. Вот здесь есть ссылка, такая ссылка файла, экселского файла. Мы его просто загружаем себе на компьютер. На первой странице приведены инструкции, которые очень полезно почитать. Но я здесь вот открыл тот файл, который я скачивал раньше, когда строил циклон. На второй странице приведены расчеты в имперской системе, то есть в дюймах, то, что любят американцы. На нас интересует метрическая система, где расчеты проводятся в миллиметрах. Вот здесь справа приведены рекомендации, то есть какой рекомендуется диаметр циклона в зависимости от мощности двигателя. Все расчеты здесь приведены в лошадиных силах. То, что у нас уже не используется, ну, нужно просто пересчитывать. Значит, что одна лошадиная сила, это примерно 700, ну, не примерно, а точно 735 ватт. Поэтому тот двигатель, который я использовал на 3,75 киловатта, это примерно чуть больше 5 лошадиных сил. Что нужно ввести? Ввести нужно только, в принципе, то, что обозначено синим. То есть вводим диаметр труб, который мы будем использовать для системы удаления. Вводим тип крыльчатки, но здесь нужно вводить ноль, поскольку вот это эофол, это такой очень специальный вещь. Я могу сказать, что это, сейчас посмотрю, это радиальный вентилятор с профилированными лопатками. Ну, то есть я вводил, вводил ноль. Вводим мощность мотора, это 5 лошадиных сил у нас. Ну, и это уже идет деревянная крышка сверху циклона, 10 миллиметров. И дальше, вот здесь можно ввести фиксированные параметры. То есть, если у вас есть, предположим, цилиндр уже готовый, и вы не хотите переделывать, то вы можете ввести свою величину, там, предположим, 500 или 600 миллиметров. Но если вы будете делать самостоятельно, оставляйте это ноль. То же самое для входного отверстия. Вот здесь вводите отношение длины конуса к длине цилиндра. То есть, он считает, что нормальным это отношение 3, то есть конус 3 раза больше, чем цилиндр. И 1,64 для короткого. Ну, честно говоря, если ввести 3, то циклон получается огромным. Получается, там, трехметровый. И если еще поместить сверху двигателя, снизу бак, то это надо очень большое помещение. Поэтому я делаю вот 1,64 или 2, по-моему, 2 я делаю. Ну, и дальше здесь это при работе с металлом, какой будет перехлест, жесть для того, чтобы паять или клепать. Все остальные расчеты проводятся автоматически. Здесь очень много цифр, которые можно посчитать, а можно как бы не смотреть. И самое интересное, что после этого вам выдаются выкройки. То есть, выдаются, исходя из введенных вами параметров, размера циклона. Вот тот циклон, который я строил, получился диаметр у него 450 миллиметров. Длина конуса 700-738 миллиметров, высота цилиндра 516 миллиметров и так далее. То есть, эти выкройки нужно будет просто перенести на жесть, вырезать, собрать и получится циклон. То есть, что здесь дается? Вот это выкройка входного отверстия. У него она прямоугольная, не круглая. Это выкройка цилиндра, который вот здесь изображен вместе с отверстием для входного отверстия. Вот это выходное отверстие циклона. Здесь вот есть, как бы такое еще, используется воздушный скат, воздушный скат, который представляет собой, собственно, спираль, которая располагается вот здесь, внутри цилиндра. Я его делал один раз, но, честно говоря, это очень сложно, очень сложно. Дело в том, что Билл Пейнс предлагает все паять. Паять. То есть, нужно точно собрать цилиндр, вставить туда вот этот воздушный скат, все это пропаять. Ну, я пытался сделать, но, честно говоря, у меня не получилось. Ну, он сам пишет, что, конечно, вот этот воздушный скат позволяет повысить эффективность пылеудаления, но не принципиально. Поэтому я его, я его не использовал. Вот. И дальше здесь, вот это выкройка конуса. Это, конечно, очень полезно, потому что самостоятельно сделать такую выкройку достаточно сложную. То есть, угол получился 69,4 градуса. Длина там получилась, вот эта получилась 752 миллиметра. Вот. Вот это расстояние получилось, сколько тут, 1328 миллиметров. Ну, такие достаточно точные расчеты. То есть, все это переводится на жизнь и собирается циклон. Длина там получилась.